Текстильный салон снова распахнул свои двери для модельеров. В конкурсе 21 коллекция от дизайнеров из Иваново, Вологды, Москвы и Донецка. У последних дорога в город Невец заняла 30 часов. Это во имя красоты и любимого дела. Сегодня мы хотим доказать, что мы живы, что мы работаем и творчество наше не погаснет. И, как говорится, красота спасет мир. Вот это мы хотим сегодня, вот коллекцию привезли и думаем, что она получит достойную оценку. Президент текстильного салона Вячеслав Зайцев прилетел в город-невест из Парижа. Он покинул столицу Франции за несколько часов до теракта. Новость о случившемся шокировала Кутюрье. Мэтр моды признался, от мероприятия в Иванове он ждет вдохновения и положительных эмоций. Вне конкурсного показа коллекция «Ивановские ситцы». Ее уже демонстрировали летом на льняной палитре. Цветы, горох, огуречный принт. Все ткани когда-то были выпущены на ивановских фабриках и долгое время бережно хранились. Это коллекция ностальгия или коллекция наследия. Текстильный салон сегодня мероприятие скорее стратегическое. В непростые кризисные времена это попытка небольшого региона напомнить о себе, завести полезное знакомство. Это укрепление и расширение уже имеющихся межрегиональных связей. Это безусловно привлечение внимания потенциально возможных инвесторов. И безусловно это потребители, которые сегодня как оптовые, так и просто граждане сегодня покупают ту продукцию, которая будет представлена на салоне. Коллекция ивановского модельера Елены Ельниковой, пожалуй, самая провокационная. Кричащий патриотизм. Матрешка, рубль, флаг, герб. Все, что символизирует Россию, стало принтом. Под каждую модель подбирался логотип, разрабатывались разные тона, чтобы было сочетание друг с другом. Цветовая гамма была сочеталась. Это не так-то просто. И нанесение на разные трикотажные ткани, это очень непросто. А нанесение было методом не только шелкографии, но и очень сложный метод, который мы открыли только в этом году. Этот метод называется принта-нанесение. Член жюри, преподаватель Ивановского государственного политехнического университета Наталья Мизонова коллекцией осталась недовольна. Я не знаю, как назвать, чтобы вы не обиделись. Некультурные девицы – это и есть любовь к России. Они некультурно одеты, в них все некультурно. И цвет, и форма, и вообще понятие русской традиции, и понятие политики. И понятие о плакате. Ну ничего нет. Все вперемешку и очень грубо. Будем стараться. Работа другого ивановского модельера Натальи Кондрашиной никого не оставила равнодушным. Детская коллекция мы хотим подарить вам. Восхищала и умиляла одновременно. Маленькие модницы из школы Светланы Разиной делают свои первые шаги на подиуме навстречу красоте. Эта коллекция стала лауреатом в номинации «Промышленная». Среди учебных заведений лучшим стал Кенишемский политехнический колледж. Четыре коллекции получили медали лауреатов в номинации «Авторская». В их число вошла и команда из Донецкой Народной Республики.